А сегодня я хочу поговорить с вами о счастье. Кто хочет быть счастливым? А кто уже счастливый? То есть как бы ты уже счастлив, но еще хочешь быть счастливым, значит ты жадный. А жадные люди несчастливы, поэтому вы счастливыми не будете. Брат замолчал. Мне очень нравится, знаете, потому что когда мы читаем Нагорную проповедь, вот это заповеди блаженства и вот эти блаженны. И мы сразу, ну как бы для нас слово блаженны, это не то слово, которое мы используем вот в общении друг с другом, правда же? Мы же не говорим, ой, жена сегодня такой блаженны, да? Это слово сегодня устаревшее. И оно имеет оттенок такой блаженный, это как бы, знаете, вот он, ну, блаженный. Типа, то есть он, конечно, счастлив, но я таким счастливым не хочу быть, как этот блаженный, да? Само слово вообще блаженный, слово макариос, и оно переводится как счастливый. И в современном переводе Библии это говорится счастливый, да? Счастливый, 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 счастливый. Но в действительности слово макариос, это вот не совсем эквивалентно современному слову счастливый. Мне очень нравится наш друг, пастор из Нижневартовска, Василий Витюк, мы как-то с ним чай пили, и он говорит, знаешь, говорит, Виктор, я считаю, что блаженный, это вот счастье, счастливый на грани сумасшествия. И мне очень понравилось это. Вот именно счастливый, счастливый, то есть как бы, ты грань не переходишь, но ты как бы на грани, счастливый на грани сумасшествия. То есть как бы, вот, то есть ты такой счастливый безумно, да? Но тебя никуда не повезут. Ты счастливый. Ты счастливый, но при этом адекватный. И вот, поскольку мы хотим быть счастливыми всем, Божьим счастьем, что же Библия нам говорит об этом? Потому что, знаете, что интересно? Люди порой читают Библию, а пытаются достичь счастья старыми мирскими методами. Здесь же Бог показывает, как нам быть счастливым. И самое первое условие – это начало Нагорной проповеди. Первые слова Иисуса в Нагорной проповеди. Матфей, пятая голова, третий стих. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Долгое время я совершенно не понимал эти слова. Потому что здесь говорится, если бы было сказано о материальном нищете, ну как-то, может, было бы понятно. А тут о духовном. Если бы было сказано, блаженны, богатые духом, ибо их есть Царство Небесное, у меня бы вопросов не возникало. Да, блаженны, богатые духом. Я вот, может быть, у меня, может, в кармане дра, но духом я богат. Надо же быть сильным духом. Крепким духом. Желаю тебе силы духа. Вот есть такое – желаю тебе нищеты духа. Нет. Возникает вопрос, может, перевод неверный. Может, опять что-то с сенодальным переводом тут не то. Некоторые считали, что перевод неправильный. Например, Лев Николаевич Толстой, он вот так это интерпретировал, это место. Нищие духовно счастливы. Блаженны духовно. Но если мы с вами смотрим на изначальный текст греческий, здесь именно сказано – блаженны нищие духом. И никак иначе. Слово «дух» – это греческое слово «пневма». Пневма означает «ветер и дыхание». И когда в первой книге Библии «Бытие» говорится, что Бог, создав человека, вдохнул в него дыхание жизни и стал человек душою живой, то вот это вот дыхание в септуагинте, это Ветхий Завет в переводе на греческий язык, там как раз и стоит слово «пневма». Бог вдохнул пневма в человека жизни и стал человек душою живой. И вы знаете, что интересно с этим дыханием? С одной стороны, вроде бы, вот согласитесь, дыхание касается нашей физической жизни, да? А с другой стороны, дыхание, оно не только физическое, оно как-то и невидимого мира касается. Вот, например, когда человек гневается, или сердится, или боится, это отображается на его дыхании. Учащенно дышит. Или дыхание сбивается. Хотя гнев, раздражение, страх – это что-то, ведь, ну, то, что не потрогать, материально не пощупать это, правильно же? То есть, смотрите, очень интересно. Дыхание словно связывает видимое с невидимым. Человек каждый день дышит. В среднем взрослый человек в день делает 23 тысячи вдохов и выдохов. Вдохов и выдохов. Мы с вами постоянно дышим. Некоторые говорят, пастор, я не вижу, что Бог делает в моей жизни. Библия говорит, что Бог нам дает жизнь и дыхание, и все. Каждый твой вдох, хочешь видеть руку Божью в твоей жизни? Вот, подыши. Это Бог делает. Однажды, когда ты не получишь вдоха, ты не сможешь дышать, ты физически прекратишь свое существование на земле. Бог дает нам дыхание. И получается, кто же такие нищие духом? Смотрите, кто. Выдохнувший. Тот, кто выдыхает. Очень интересно, что выдыхать необходимо для того, чтобы жить. Невозможно накопить дыхание. Вот вдыхаешь, вдыхаешь, вдыхаешь и накопил. Мне завтра исполняется 45 лет. Я уже 45 лет дышу. И скажешь, Виктор, ну ты 45 лет дышишь, а много ли ты дыхания накопил? Я сказал, ну много-немного, но недельку могу не дышать. Нет, мне 45 лет, но я должен дышать, как младенец, который родился сегодня утром. Это нас всех роднит. Невозможно накопить дыхание. Невозможно сдержать дыхание. Невозможно. Попробуй сдержать дыхание час. Не случайно, смотрите, сказано в этом же Евангелии от Матфея. Смотрите, 10 глава, 39 стих. Слова Иисуса. Сберегший душу свою. Душу. Это слово другое, это не пневма, это слово психе. Душа, дыхание. И здесь еще такой оттенок. Жизнь. Сберегший душу свою, потеряет ее. А потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Попробуй сохранить свою жизнь, сохранить дыхание. И храни, и храни, никому, никому. Умрешь. Потеряешь жизнь. А если выдыхаешь, снова сможешь вдохнуть. Правда же? Невозможно сдержать дыхание. Невозможно накопить дыхание. Невозможно. Нам необходимо выдыхать. Поэтому проблема есть, когда люди не могут выдыхать. Есть такая болезнь, называется бронхоспазм. Когда из-за разных вещей спазмы в мышцах бронхов, и человек не может выдохнуть. При этом, знаете, что важно? Человеку кажется, что он не выдохнуть не может, что у него вдохнуть не получается. Вот обман. И человек чувствует панику, потому что когда проблемы с дыханием, у тебя паника это вызывает. И он не понимает, что он не может выдохнуть. Ему кажется, что он вдохнуть не может. И он пытается вдохнуть как можно больше воздуха в себя. Судорожь начинает вдыхать, думая, что с этим проблемы. А выдохнуть не может. И если в такой ситуации не оказать экстренную помощь, человек умрет. Сохранивший дыхание, сохранивший свою жизнь, теряет ее сразу. А отдающий получает снова и снова и снова. И очень часто происходит в нашей духовной жизни так же. Мы думаем, что проблема в одном, а проблема совершенно в другом. Скажешь, пастор, а что же такое выдыхать? Давайте посмотрим, а что же означает выдыхать? Откроем деяние апостола в 20 главу, где есть удивительное свидетельство. Апостол здесь вспоминает слова Иисуса, которые были известны в Первой Церкви, но в Евангелиях мы их не находим. И вот 35 стих. Апостол говорит. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо он сам сказал блажение, опять слово Макарио, счастье, блажение давать, нежели принимать. Люди на этой земле считают, что высшее счастье это брать, 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 брать. А хочешь быть очень счастливым, бери активней. Нам всегда всего мало. Мы думаем, чем больше я насобираю, чем больше я накоплю, тем больше я буду богат, тем больше я буду счастлив, тем больше я буду благословен. И точно такая же философия у верующих в церкви. Не случайно в притчах сказано, что у ненасытимости две дочери. Давай, давай. Я специально попросил взять шарик, можно? Выйди, пожалуйста, Ярослав. Ты когда у нас из армии пришел? Год как? Еще силы есть? Вот смотри, попросил шарик, вот у Ярослава шарик. Вот представь себе, что ты этот шарик, да? Давай, давай. Ну, люди так живут. Надо больше. Квартира, надо расширять. Машина, надо новую покупать. Больше еды, больше, 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 да? И вот представь себе, ты как этот шарик, надувай его, да? И вот ты вот начинаешь надувать, да? А выдыхать не можешь. Потому что это что, транжирить-то, да? Нет, надо больше, больше. Еще, новая машина, новая квартира, еще больше. В холодильнике целая полка свободная, не занятая. Вдруг голодать, надо гречки закупить. И ты закупаешь, ты прибираешь. И все, и уже смотри, раздувается грудная клетка, как барабан. А все мало, мало, мало. Давай, 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 давай. У соседа смотри уже что. У него уже вон новое там, а у тебя все старое, да? И ты начинаешь это все, блин, больше, 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 больше. Все-таки год после армии, понимаете? Надо дать скидку брату. И вот смотрите, и вот такой стиль жизни, когда мы копим, мы копим, мы копим, мы копим, мы копим. После армии грелки рвалось, а сейчас. Я поэтому в свои годы не решаюсь. Спасибо. Вот вам иллюстрация у ненасытимости две дочери. Давай, давай. Сохранивший свою жизнь, копящий свою жизнь больше и больше, как сказал апостол, однажды лопнет. Не случайно по опросам наибольшие, правда там опросы в Америке были, но я не думаю, что там разница большая, наибольший процент самоубийств в Америке среди миллионеров. Казалось бы, люди, у которых жизнь удалась. Все хорошо. У них есть деньги, у них есть там недвижимости, машины, счета в банках. Все есть, счастья нет. Что-то упустили важное. Сколько я вижу людей, у которых вроде бы все есть нормально, но счастья нет. Часто причина бронхоспазма, когда человек оказывается в месте, где какие-то ядовитые пары или вредные газы, едкий дым, какие-то отравляющие вещества. И вот человек вдыхает их, у него начинаются спазмы в бронхах, он не может выдыхать. И в этой ситуации необходимо вывести этого больного из очага поражения, там, где свежий воздух. Апостол говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Нашим языком, я бы сказал, отравляют добрые нравы. Мы живем в мире, где философия брать, 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 брать. Несчастлив, мало берешь. Печальный, мало зарабатываешь. Надо больше, давай, упахивайся. Тебе нужны деньги, работаешь. Тебе нужны деньги, для чего? Чтобы работать. И ты так вот работаешь, зарабатываешь, пашешь целыми днями. И мы живем в этом мире, мы в этот мир окунаемся. Ну, тут что-то пару часов в воскресенье нам тут пастор сказал про блаженное, вечное, бесконечное. А потом все шесть остальных дней в неделю мы живем в этом мире, отравлены вот этими ядами философии «давай, давай, давай, давай». И поэтому несчастливы, как эти два часа в воскресенье могут перевесить ту философию, если ты ей пропитываешь, если ты ей дышишь. Поэтому смотри, кто тебя окружает. Смотри, кто твои друзья, какие у них цели. Это неизбежно сказывается на тебе, на тебе самом. И то, что советуют врачи, когда у человека вот такой, знаете, хронический бронхоспазм, или как называется уже эмфизема легких, когда у человека уже раздутая, как буквально бочкообразная грудь. Один из методов лечения, когда вот такие же дают шарики, и больной должен тренироваться каждый день. Вот надувать шарики, учиться выдыхать из себя. Ему больно, ему трудно. Но через боль, через усилия он должен тренироваться, выдыхая, выдыхая, выдыхая. Вот драгоценные точно так же и у нас в жизни. Мы приходим с вами в Царство Божье, в Церковь, пропитанные философией. Брать, брать, брать. Блажение брать, блажение брать. Ты здесь находишься, идет пожертвование. Тебя, вот знаешь, все люблю, пожертвования не люблю. Потому что нас вот заплатить еще, даже если меня обманут, куда не шло, но просто так отдать нам тяжело. Иногда приходится буквально через силу давать, давать. Мы же такие все экономные. Мы же такие все бережливые. Вот умение давать, умение сеять, умение благословлять. Порой это нужно делать через силу, чтобы научиться выдыхать. Чтобы мы могли, как и апостол, понять глубину слов Иисуса. Блажение отдавать, чем брать. Отдавать из своей жизни. Быть вот таким человеком отдачи. Что же еще означает выдыхание, выдыхать? Драгоценное. Откроем вместе с вами филиппийцам третью главу. Филиппийцам третья глава. Слова Павла, который так говорит о себе. Тринадцатый стих. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Братья, я не почитаю себя достигшим. Сколько в христианстве других служителей и других проповедников, которые как раз очень много достигли, по известной формуле, богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Такие, знаете, образы духовных гигантов. У нас в христианстве полно духовных гигантов. Мы их называем помазанники, мы их называем люди Божьи. Как будто вот есть не люди Божьи, есть люди Божьи. Я говорил, мне 45 лет, за 45 лет я не успел накопить дыхание. Я вот 45 лет дышу, а снова должен вдыхать и выдыхать. Не накопил, не могу. Не могу накопить ни на год, ни на месяц, ни на неделю. На один день, на час не могу накопить дыхание. Это точно связано с духовной жизнью, потому что поймите, что в материальном мире люди могут скопить богатство материальное. Даже в области интеллекта можно скопить знания, опыт. А в области духа нет, невозможно накопить дух. Невозможно накопить дыхание. Что я, как пастор церкви, который вот следующего декабря 25 лет как проповедует, что я накопил духовного? У меня есть опыт служения, да. Опыт проповеди, да. Какие-то теологические знания, да. Но в своей духовной жизни я должен точно так же вдыхать, как человек, который первую неделю, первый месяц ходит в церковь. Здесь нет никакой разницы. Я не могу уповать на свой опыт. Я точно так же нуждаюсь во взаимоотношениях с Господом, как любой новообращенный. И вы знаете, это меня смиряет. Я вдруг четко понимаю, что, послушайте, настоящей духовностью невозможно гордиться. Настоящая духовность смиряет. Гордятся только псевдодуховностью. Настоящая духовность, когда ты понимаешь, я 25 лет проповедующий и человек, который только-только принялся за Христа, пред Богом одинаково нуждается вдыхать и выдыхать, дыхать и выдыхать. И он, и я. Нет разницы. Нет разницы. Смиряет, да. Поэтому часто люди не понимали притч Иисуса, потому что людям так кажется, что и в духовном плане можно что-то скопить там. И когда, помните, Иисус рассказал притчу, что вышел господин нанимать работников виноградник свой, помните? Нанял одних, там, один динарий в день была нормальная средняя заработная плата. Там не по месяцам, а по дням было. Нанял людей, они работают. Потом вышел в середине дня. И еще стоят работники. А вы что не работаете? Нас никто не нанял. Ну что же, и вы идите в мой виноградник. И они пошли. И уже, когда оставался час до окончания работы, он увидел, что еще там были те, кто праздно стояли. А вы что стоите? И нас никто не нанял. Ну один час остался. Ну идите вы, виноградник мой. И потом, когда закончился рабочий день, началась выдача зарплаты. Он мог бы начать с первых, но начал с последних, чтобы первые видели. И он дал тем, кто проработал один час динарий. Первые подумали, вау! 12 часов мы работали, о, а эти часы? Он за час им дал динарий. Нам он даст сколько? 12 динариев. Мы 12 часов работали. И вот доходит до них очередь, и они получают динарий. Они возмущены. Как так? Тогда господин говорит, послушайте, а не за динарий ли в день? Мы договаривались. Я что, вас обманул? Мы договаривались за динарий? Да. За динарий. Вот получите. Но, подожди, Иисус. Да, мы договаривались за динарий, но эти-то час всего проработали и тоже получили. Нас возмущает. Либо нам 12 динариев, либо этому, одну 12 динария. Но все получили одинаково. И кажется, вот, в духовной сфере мы столько тут пашем уже, проповедуем на уральской земле, прям аж. Упахались прям. Пахарь и Царство Божьего. И тут приходят люди впервые, и ты вдруг понимаешь, что в духовной сфере ты, как и они, нуждаешься во вдохе и выдохе. Ты ничего не навдыхал за эти 25 лет. Особенного, что ты можешь сейчас не дышать совершенно. А сколько таких, знаешь, как будто они, знаешь, Бога за борду ухватили. Вот люди закрыты, им кажется, они надышались. Что им тут равняться? У них есть только знания. И, знаете, это большая опасность, когда люди, вот, уповают на свой опыт, на свой, знаешь, опыт служения. Когда Иисус пришел на землю, там были очень опытные люди, религиозные исследователи Писания. Когда Иисус пришел, они его не узнали. Так много было накоплено у них опыта, так много знаний богословских, что они были закрыты для нового вдоха Духа Святого. Это все равно, что... Можно, Ярослав, вот мне вот бутылку с водой? Это все равно, что и стакан там достань. Когда... Вот известная история, даже как-то, помню, показывал ее, когда приходит к богослову, извините, к монаху, приходит богослов, одеть стакан твой, и говорит, научи меня новым вещам, как Бога, переживать. И монаху ему говорят, слушай, ну ты же богослов вроде. Он говорит, ну я много читал, много чего знаю, но хочу еще научиться, как Бога, переживать. Тогда монах сказал, давай попьем чаю. Взял чашку и стал наливать ему чай. Наливает, наливает, наливает. И вот уже дошло до края. А монах все продолжает из чайничка, ему наливает, 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 наливает. И уже потекло. И богослов закричал, эй, подожди, подожди, чашка полна. Тогда монах сказал, вот именно, чашка твоя уже полна, а ты хочешь еще новое получить. Потому что для того, чтобы что-то получить новое от Бога, знаете, что нужно быть? Нищедухом. Нищедухом. Пастор, я так накопил много. Я так много всего. Столько конференций посетил. Я помню все. И часто, знаете, вот эти вещи, они нам мешают. Мы так наполнены всем. И мы закрыты для нового веяния Духа Святого. В этом секрет апостола Павла, который, смотрите, великий апостол Первой Церкви говорит о себе. И это не такое кокетничество. Ой, да я такой вот. Хвалите меня, хвалите, я считаю, что я ничего не сделал. Ну-ка, все говорите, что я все сделал. Все. Это не такое заигрывание, как я скромняшка. Нет. Он говорит, я не считаю себя достигшим. Я дышу. Я не считаю себя накопившим дыханием. Я должен дышать. Я должен идти дальше. Я не из тех, кто разбогател, духовно, конечно. Ни в чем не имеют нужды. Нет. Я нуждаюсь каждую секунду в новом вдохе от Бога. И поэтому я выдыхаю. И все доскажут. Поэтому, драгоценные, вы знаете, как Павел говорит, я вас рассудил быть ничего не знающим. Я раньше этого не понимал. Сейчас я вот прихожу и смотрю на вас. Такие умные. Я иногда чувствую себя ничего не знающим. Я, конечно, за 25 лет много чего наизучал. Но я вот смотрю, надо ли вам это? Потому что то, в чем вам вынуждаетесь, новая порция Духа Святого. Вот что вам нужно. Не мой опыт, не мои какие-то там... Я вспоминаю моего дядю, который много-много лет он работал, продолжает работать завотделением в одной из больниц нашего города. Вот у нас в церкви вот его дочь, муж ее. Я помню, как вот мой дядя, он мне говорил, как-то мы сидели, он мне говорил, знаешь, говорит, ведь я вот, когда окончил мединститут, я знал, как лечить любую болезнь. А вот теперь, несколько десятков лет проработав в медицине, я понимаю, что не надо торопиться с диагнозами, с насыщениями лекарств и лечением. Каждый раз я смотрю словно снова и снова и снова. И вот он мне это говорил, я слушал и думал, а ведь точно так же и я, когда я был молодым пастырем, я знал, вот меня вопросом в тупик не поставишь. Я знаю, как лечить любую духовную болезнь. Тут надо молитва согласия, тут пост, тут надо изгнание бесов, тут вот это все. Вот все. Все знаю. И вдруг ты понимаешь, а ты не знаешь ничего на самом деле. Кто думает, что он что-то знает, тот ничего не знает. Поэтому это великое благословение, когда человек говорит, да, я готов, я готов отдать, готов вылить, готов быть опустошенным. И сразу вспоминается одна история из Ветхого Завета. Давайте откроем одна из моих любимейших историй, третью книгу Царств, 19 главу, где пророк Илья, только что побывав на фантастической конференции, которая называется «Поймай огонь», и на этой конференции, скажу я вам, огонь они поймали. Служения были насыщенные, были представители разных религий, с разными обрядами, все вызывали огонь, но получилось только у Ильи. на радостях, что так все хорошо вышло, он казнил всех, у кого не получилось. Люди, так вдохновленные славой Божьей, нормально к этому отнеслись, упали на колени, подняли руки и кричали в восторге «Господь есть Бог!» В общем, конференция прошла насыщенно. Но некоторые люди были недовольны этой конференции. Всегда есть недовольные конференциями. И прислали Ильи письмо, что с ним сделают то же самое, как он сделал с теми, у кого не получилось. Илья, несмотря на то, что был известный ловитель огня, понял, что тут как бы ловить нечего, надо бежать. И он побежал. Вот вы знаете, очень часто нас проявляют неудивительные конференции, не великие события, а вот какие-то кризисные ситуации, тут все вылазит на поверхность. Вот Илья побежал, и вот смотрите, восьмой стих. Поел, напился, ну, чтобы как бы не грустно было бежать, подкрепился пищей, шел сорок дней, сорок ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему, Господь, что ты здесь, Илья? Он сказал, возревновал я, Господи, Боги Савоофи, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом, остался я один, но моей души ищу, чтобы отнять ее. И сказал тогда ему Бог, выйди, встань на горе пред лицом Господнем, и вот Господь пройдет и большой, и сильный ветер раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения, огонь, но не в огне, Господь. После огня, веяние тихого ветра. Вы знаете, что интересно? Само название по себе Хариф означает опустошение. До этого Илья был в служении огня, там такое всего происходило. Но вы знаете, не в огне Господь, не в землетрясении Господь, не в сильном ветре. Одно дело наблюдать Божье, другое дело ощущать Божье присутствие. Одно дело получать подарок от кого-то, другое дело было знать человека лично. Он много видел Божьего. Огонь, землетрясение, сильный ветер. Но чтобы пережить Бога, ему необходим был Хариф опустошение. То есть, он должен был быть вот этим пустым сосудом, пустым стаканом. И вы знаете, так трудно отдавать, опустошаться, опустошаться. Мы не хотим, мы хотим познать Бога, но чтобы быть полными. Не случайно в Псалмах сказано остановитесь и познайте, что я Бог. Слово остановитесь в греческом это слово означает быть свободным, опустошенным. Один из переводов этого слова остановиться. приходи к Богу опустошенным, а нам страшно, потому что мы даже пред Богом хотим быть наполненными, чтобы, я не знаю, как впечатлить Его, может быть, своей великой жизнью, своими достижениями, подвигами своими. И мы приходим к Нему, вот я, Господь, разбогател, ни в чем не имею нужды, конечно, с Твоей помощью, но и я постарался. И мы приходим, вот эти наполненные сосуды, приходим и уходим, потому что для того, чтобы Его познать, не просто видеть Его огонь, не просто видеть Его славу, а познать Его, необходимо быть опустошенным. Схаладзе. И тогда ты вдруг чувствуешь один из переводов пневма, дыхание, дух, ветер, фенье, тихого ветра. как будто что-то новое приходит в Твою жизнь, и ты чувствуешь, вау, слава Богу за землетрясение молитв, за огонь славы, за чудеса. Но именно в вене тихого ветра, вот в этом опустошенном состоянии, ты вдруг переживаешь не просто Божье, о Бога. Страшно иногда выдыхать, не хочется выдыхать, но это необходимо, без выдоха ты не сможешь снова вдохнуть. Люди пытаются облечь духовную жизнь в виде буквы, застывшей буквы, а буква убивает, дух живо творит, вечно несущийся и никогда не принимающий окончательной формы дух. Вот что нам нужно. Веяние тихого ветра. Веяние тихого ветра. Поэтому лично я считаю, что для меня главное это не 18 глава, где огонь на горе кормил, а именно Хариф. опустошение. Там не просто Божье, там Он сам решил явить себя пророку Илье. Поэтому выдыхай. Выдыхай. Вдыхай. Выдых это когда ты отпускаешь. Мы так держим, мы уже удержать не можем, нам больно, мы держим. Отпускай. Отпускай. Когда ко мне пришла моя старшая дочь и сказала папа, мы решили с мужем уехать жить в другой город. Я не хотел этого. Я хотел, мои родители живут здесь, моя бабушка живет здесь. Мы все жили в Екатеринбурге. Ну, мы же жить не в нашем районе, жили в другом. Я согласен, чтобы вы жили в Норалмаши. Но лишь бы в Екатеринбурге. Лишь бы в Екатеринбурге, в этом чудном городе. Я не хотел отпускать. Вот родители, понимаете, мы столько в них вложили, а они в Санкт-Петербург уезжают. Это как? Не для того мы ягодку растили? Чтобы она там радовала Питер? Нет. Сколько людей, которые не могут отпустить своих детей. Дети уже взрослые, знаешь, уже 40 лет и все маменькин сынок. Сколько таких ужасных примеров. Не отпускаешь. Поэтому нам непонятно, как это Бог допустил, чтобы его дети, Адам с Евой, что-то наелись в Эдеме. Да мы бы только увидели, мы бы как молния в Эдемский сад все бы забрали, набили по рукам, по попе бы набили, змея бы выгнали. Мы не дали бы свершиться небоправимому. Правильно? А он отпустил. Он позволил своим детям жить так, как они считают нужным. Даже неправильным. Отпускаешь творение. Он сотворил и отпустил. Нам это непонятно. Непонятно. Сколько людей, которые пришли сюда, и я знаю, что у вас столько боли в прошлом. Люди приходят после развода в церковь. И знаешь, было уже давно, а болит до сих пор. Я понимаю, это больно, но иногда нужно отпускать, понимаете? Отпусти. Просто не держи. Не держи обиду, не держи злобу. Отпусти этого человека. Просто отпусти. Ну он, пастор, так поступил. Я понимаю. Выдохни. Бог его благословит. Пускай идет. А не как вот есть строки у Вероники Тушновой «Быть хорошим другом обещался, звезды мне дарил и города и уехал, и не попрощался, и не возвратиться никогда». Я о нем потасковала в меру, в меру слез горючих пролила. Улеглась обида, претерпела, люди обступили и дела. Снова просыпаюсь на рассвете и хожу с друзьями я в кино. Но никто не знает, что на свете нет меня уже давным-давно. Вот есть такие люди, вот что-то произошло, развод или еще что-то, все. А как бы ты физически есть, но мертвая душа. с разводом ты умерла, с расставанием ты умерла. Человек уходит из твоей жизни и тебя больше нет. Получается, он был твоей жизнью? или когда близкий человек умирает? Умер супруг или супруга, все, жизнь закончилась. для пасторов очень трудно, вы знаете, когда вот проповедуешь Иван, и люди приходят в церковь, и вдруг верующие начинают уходить в другую церковь. И ты думаешь, это неправильно. Но все дело в том, что люди в церкви это не твои крепостные, которые обязаны тут быть. Даже у крепостных был Юрий в день, когда надо было отпускать. А в церквах нет, не для того я ягодки растил. Чтобы их собрал в соседней церкви кто-то. И есть пасторы, которые, знаешь, они, ну, они как бы для царства Божьего, но о своем царстве не забывают. Я же взрастил, я же воспитывал, покаял его, прям Духом Святым наполнил. Хлеб с вином давал ему, а он, вон какой финн сделал. Отпусти. Некоторые говорят, Виктор, вот эти люди, они там, ну, я сделал, милый, лучше, что мог. Пускай идут. Отпусти. Надо будет вернуться, не надо будет, да слава Богу. Странные слова говорю для пастора. Потому что каждый пастор знает, что кроме его церкви спасения нет нигде. Отпустить из церкви, значит, в ад человека направить. О чем говоришь ты, Виктор? Все же понимают, что кроме Шейкмана, семь, остальное пространство в Екатеринбурге это гиена огненная. И самое опасное в этой гиене это другие религиозные общины. Потому что там лучше бы водку пил, чем ложь в другой церкви слушал. Понимаете, до чего доходит-то, да? Поэтому не надо обманывать, дорогой. Ты не о царстве Божьем заботишься, ты о своем царстве заботишься. Выстраивай, чтобы не дай Бог. Но люди, они свободны. И даже если ты вложил, отпусти. Вы знаете, как мне легко стало, когда я вдруг понял, что я не отвечаю за движение звезд, дуновение ветра и приливы-отливы. Что вообще, вот вселенная была до меня, она будет после меня, и как бы я ни не напрягался, это вообще, кроме проблем, мне ничего не приносит. Я просто могу вот так сидеть и выдохнуть. Ну, например, да? А мы сейчас напрягаемся, что сегодня снег выпал. Это же напряжение. А сегодня мало снега, еще хуже. Когда мало снега, холода много. Когда много снега, проехать тяжело. И мы вообще, мы за все переживаем, да? Когда ты вдруг понимаешь, ты делаешь со своей стороны лучшее, что можешь, но ты не отвечаешь за все. Ну, просто я, поймите, я пастух, овцы не мои, они божьи. Я призван вести вас на злачные пожития. Призван, если там кто-то в нужде пойти, найти, помочь. Но там все другие пастбища разгонять, это не моя миссия. Вы божьи. Я не знаю, как для кого, но для меня 90-е годы связаны прежде всего не с развалом Советского Союза, не с ваучерами, не с ГКЧП, не с расстрелом Белого дома. Связаны с проповедью Евангелия, с евангелизациями, с миссионерскими поездками, с конференциями. Это было интересное время. Я не очень понимаю, почему в нашей стране любят всегда прошлое время поливать грязью. 90-е годы. Это было трудное время, но это было время интересное. Вы знаете, что важно? Сейчас может быть более сытое время, но таких надежд, как и тогда не было. Нет сейчас. Интересное время было. Интересное время было. Но вы знаете, я не хочу возврата в 90-е. Некоторые говорят, пастор, а в 90-е годы ты сидя, сидя, не проповедовал. Да ты и стоючи не проповедовал. Ты минимум сто раз должен быть носиться от колонки к колонке. Потому что тогда мы были динамичной церковью веры, и у нас были динамичные проповедники веры, и динамичные христиане, где каждые две-три минуты на вопрос пастора аминь. Все должны были отвечать аминь. Некоторые к нам приезжают из 90-х годов проповедники такие аминь, а никого нет, они теряются. Вы знаете, я вам скажу, 90-е годы были чудесные, но не нужно оставаться в 90-е. годы, ну слава богу, но пойми, отпусти, выдохни, было и все. Ушло. Я вам честно скажу, я рад за 90-е годы, но я не хочу их больше. Я хочу с этого времени. Я не живу в прошлом, отпусти. Значит, вот у меня старшая моя дочка, она все, она вот, ей всегда хотелось то, что прошло. Я помню, она вот любила так вспоминать, говорит, папа, а помнишь, вот мы переехали в свой дом, она говорит, папа, вот знаешь что, вот я вот несчастливая, помню, у нас, мы жили в квартире, когда папа, и у нас кошка была, и бабушка была жива, а сейчас папа, кошку мы отдали, бабушка умерла, а квартиру мы сменили, и я вот не могу, сейчас мне так скучно, вот я вспоминаю это время, я была так счастлива. Вот недавно я, когда был в Петербурге, и с ней вспоминали, и смеялись об этом, вот нам всегда кажется, вот раньше как было, как вот раньше-то было, поэтому некоторые из Советского Союза вспоминают, а как там было-то, если ты вспомнишь, как там было, не дай Бог, но мы же вспоминаем, не дай Бог, мы же вспоминаем что-то хорошее, что у нас было связано с этим, да, слава Богу, слава Богу за все хорошее в прошлом, но выдыхай, это первый признак старости, а вот были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Отпускай, отпускай. Как у Геннадия Шпаликова, по несчастью или к счастью, истина проста, никогда не возвращайся в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, не мне. Не нужно искать в этих пепелищах прошлого. Выдыхай, было, слава Богу, слава Богу. Мы были недавно на одном празднике, и там были вот друзья наших родственников, и мужчина сказал моей младшей Алисе, такие слова, он сказал, Алиса, наслаждайся этим временем в школе. Больше такого счастливого времени у тебя не будет. И знаете, это как выглядит мудро. А мы ехали домой, и мне жена говорит, знаешь, а я вот скажу, только после сорока ты начинаешь по-настоящему жить. И я с ней согласен. Я не то, что, знаешь, школа, не хорошее было время, но сейчас лучше. Отпускай прошлые вещи, отпускай. Не живи прошлыми, прошлыми вещами, ни радостью прошлого, ни болью прошлого. Вот меня там обидели, а меня предали, меня отставили. Пастор, я не могу, я не могу это забыть. Помнишь, помни, это нормально, но выдыхай, отпусти это все. Было и ушло. Пускай боль прошлого останется в прошлом, в настоящем радость. Выдыхайте все вещи, просто выдыхай, а меня обидели, а мне сказали, а мне что-то... Иисус дунул, потому что выдыхал. Выдыхай. Выдыхайте все вещи. Еще думаю, что, знаете, важно выдыхать. У нас немало мечтаний есть. Я не говорю, что мечты плохо, но есть некоторые мечты, это голимая фантазия. Проходит время, и ты вдруг понимаешь, что никогда из того, что ты себе там понапридумывал, это в твоей жизни не исполнится. Понимаете? А как жить? Я мечтал в юности о принце на белом коне, а вокруг меня, пастор, одни только следствия и сантехники. Да никак мне с белым конем не ассоциируется. Как мне быть? Выдыхать? Хотел стать великим гитаристом, великим певцом, которым там рукоплещут все митрополитен, напирал, ласкало. А работаю менеджером в фирме. Что пастор делать? Выдыхай. Я не к тому говорю, что не нужно ни к чему стремиться, но есть вещи, ты отлично понимаешь, их в твоей жизни уже никогда не будет. Понимаете? Есть фантазии. Есть фантазии. Надо выдыхать. Выдыхать. Мечтал о Мерседесе, купил Хундай. И уже в своем возрасте понимаешь, что Мерседес не купишь. Получается, что жизнь не удалась? Все? Без Мерседеса все? Уже счастья не может быть? Был бы Мерседес, был бы счастливый. Как Почтальон Печкин, я говорю, почему он был такой злой? У меня велосипеда не было. Сейчас велосипед есть, все, счастье есть, все. Выдыхай. Есть некоторые вещи, я понимаю, ну не будет этого в моей жизни. Ну не полечу я уже в космос. И не то, что это плохо. Ну не полечу. Ну как вот жить всю жизнь, что я не полечу в космос? Что таких не берут космонавты? Выдыхай. Не берут, а не берут. Нужны были они мне слишком. Выдыхай. Просто выдыхай. Нет, я буду вот все время жить вот с такими планами о себе, что я там не состоялся, я не состоялся. Выдыхай. Если выиграл выборы не тот, за кого ты голосовал, выдыхай. Я уже давно выдыхаю. Хе-хе-хе. Если сделал все возможное, успех не пришел. Вот бывает так, все сделал, успех не пришел. Ожидал, не пришел. Что делать? Выдыхай. Выдыхай. Потому что твое счастье не зависит от твоего успеха, не зависит от твоего имения. Вы знаете, у нас есть один из величайших, наверное, клоунов, Вячеслав Полунин, который еще в 80-е годы, у него все эти сценки, там, осися и прочее. Очень интересная личность. Я не скажу, что слишком люблю вот этот жанр творчества, но если я встречаю интервью с ним или какие-то статьи, я всегда читаю, потому что это интересный, глубокий человек. И вот я вам хочу прочитать цитату из Вячеслава Полунина. Кто-то думает, что счастливые люди это те, кто добились. Чем больше живу, тем больше понимаю, что все наоборот. Добился, это когда взобрался на вершину, видную отовсюду. Водрузил знамя, получил медаль, премию, прославился, обронзовел в памятник. Чушь. Меня интересуют те, кто добился чего-то внутри себя. У меня сейчас больше десятка друзей, которые все удивительно счастливые люди. Так счастливы, что ищут, с кем бы поделиться, разбрасывают счастье пригоршнями и охапками. Они мои учителя. Хотя я как раз вроде чего-то добился. А они ухитряются делиться счастьем независимо от того, каковы их формальные достижения. Сколько у них денег, есть ли у них трудности. Они сильнее мира. Они не зависят от мира, а помогают ему. Знаешь, вот это очень важные слова. Счастье не в том, чтобы добиться. Успех, значит, успеть. Успел, добился. Слушаешь вот этих людей, да? Сколько раз я приводил цитату одну из последних слов Миронова Андрея, величайшего советского актера, который сказал, моя жизнь не удалась. Казалось бы, любимец огромной страны, сыгравший столько ярких ролей. Фаина Георгиевна Раневская, тоже легендарная, легендарный актер, которая в последнем видеоинтервью сказала, я не сделала ничего из того, что мечтала. Я несчастный, я не сыграла ни одной значимой роли в своей жизни. Все, что, говорит, у меня есть, я так и не смогла отдать. Смотришь, гениальная актриса, абсолютно несчастная. Несчастная, потому что сколько бы ты не добился, тебе всегда будет мало, потому что давай-давай. Сколько бы ты не сыграл, не приобрел, интеллектуального, всего. Нужно уметь выдыхать. Выдыхать. Во втором послании к Коринфянам, 6 главе, 10 стих, апостол Павел пишет, 10 стих, нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вы знаете, вот здесь вот четко показана разница между философией мира и истиной Евангелия. Философия мира. Чем больше я приобретаю, тем больше у меня есть. Принцип Евангелия. Только ничего не имея, ты обладаешь всем. Блаженный нищий духом, ибо они обладают самым дорогим, чем Царством Небесным. Вы знаете, где из дошедших до нас источников, информации, где раньше всего стали использовать цифру ноль? Ну, вообще число ноль. Знаете, где? Племени Майя. В племени Майя, еще до Рождества Христова. И очень интересно, что тем же знаком, что они обозначали ноль, они обозначали бесконечность. для обозначения нуля и бесконечности у них был один и тот же знак. Это очень интересно, потому что этот мир считает, чтобы как можно больше получить, нужно брать, 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 брать. И сразу вспоминается, как делают ловушки для обезьян, берут кувшин с узким горлом и туда кладут всякие сладости. Обезьяна может с трудом просунуть свою лапу туда, потом она хватает сладости, конфеты, сухофрукты, но кулак обратно вылезти не может. И вот эта обезьяна видит, что к ней приближаются ловцы обезьян, и если она все отпустит, она вытащит лапу и убежит, но нельзя. И таким образом обезьяна смотрит, как к ней приближаются ловцы, но не отпускает. Брать, 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 это первый путь в рабство. Свобода. Отдай. И ты вдруг замечаешь удивительную вещь. Отдавая, ты получаешь. Отдавая, ты владеешь всем. И самое последнее. Давайте откроем 27 главу Евангелия от Матфея. 50 стих. Иисус же опять возопив громким голосом и спустил дух. Самым последним нашим мигом на этой земле будет духовная нищета. понимание этого меняет твои ценности и приоритеты. этой осенью Господу ушел один из верующих нашей церкви Сергей Дружинин, которого увидели здесь на сцене. из Дианы пели, он сам пел. Он был заслуженным артистом России. и когда он в прошлую зиму заболел, я старался по возможности заезжать к нему и общались с ним. Вы знаете, что интересно в этот период жизни, как бы этот человек раскрылся для меня, как раньше я его не понимал, не видел. У него были такие интересные переживания духовные. Вы знаете, как-то даже раз помню, пришел, когда к ним и его супруга Света, она такая пастор, пастор, я вообще не знаю, что будет, он сегодня так молился, он говорит, Господь, забери меня поскорее отсюда, не только меня, но и жену мою забери. Он молился о моей смерти, Виктор. Знаешь, а я говорю, послушай, Свет, вы знаете, как вот бывает, я помню, когда я был первый раз в Израиль, это был 1993 год, это была вообще первая моя поездка за границу, это был Израиль, мы тогда были с большой командой пасторов, путешествовали по святым местам, я помню, для меня это был такой восторг, лишь одна вещь меня удручала, что рядом нет Дианы, потому что, когда ты что-то видишь классное, ты думаешь, вот бы близкий, родной человек тоже это увидел, правда же, да? Что-нибудь такое, кушаешь там, вкусно, думаешь, вот чтобы ей дать, чтобы она тоже покушала, как это вкусно, вот тебе хочется хорошим поделиться со всеми близкими, родными людьми, и Ай говорит, подожди, ты не понимаешь, он сейчас часто переживает небо в своей молитве, и ему хочется эту радость разделить с тобой, он понимает, он понимает, что там несопоставимо нему, нет этого больного от рака тела, и он хочет, чтобы ты была с ним. Я помню, когда мы приезжали к ним, и уже в последний самый день его жизни мы были у него утром с Дианой, приехали, и он уже не разговаривал, он просто лежал и глубоко дышал так. И мы уехали, но в этот же самый день нам Светлана рассказывала все, что было, он просто так лежал, и ушел. Самое последнее, что ты сделаешь на земле, духовная нищета. Выдох, ты уйдешь отсюда. И когда мы понимаем, что мы не вечно на этой земле, вы знаете, многие цели перестают быть для нас целями. Я не понимаю огромного количества людей, они живут здесь так, как будто здесь собрались жить всегда. Мне хочется сказать, ребят, вы здесь не навсегда. Нет смысла ради каких-то денег, комфорта убивать, предавать, воровать, грабить, хапать, 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 как с ума все сошли. Я смотрю на некоторых богатых людей, которые еще и еще и еще. Ребят, да вы же за всю жизнь не потратите это. Вы чего? Потому что ваш последний миг это будет... вы ничем не отличаетесь от нищего в последнюю минуту. Выдох. И понимание этого меняет цели, ценности на этой земле. Ты думаешь, господи, самое великое проклятие это брать, брать, брать. Мне, мне, мне. И таким образом наше эго, наше я раздувается. у меня еще больше, у меня еще больше, у меня еще больше, у меня еще больше. Вот она, модель счастливого человека по меркам этого мира. А по меркам Библии это самый несчастный человек. Потому что он так и не понял самого главного. Блажение давать. Бывает и духовный бронхоспазм, когда люди не умеют давать, а думают, что нам нужно им больше. Уже раздулись, как бочки. Уже плохо посинели все. Еще. А, а, еще, 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 еще. Так живет этот мир. А Иисус говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное. Аминь. отеля, сар spinach, аминь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»